Во время плодоношения томаты обязательно нужно подкармливать, чтобы куст не завял во время первой волны, отдав все силы на потомство. Нам ведь нужно много томатов, верно? Здесь могут помочь и минеральные подкормки, но я предпочитаю использовать народные рецепты, что и вам советую. В удобрении для томатов в этой фазе роста обязательно должен быть калий, который поможет плодам налиться, улучшит их вкус и будет стимулировать образование завязей. Одной из лучших подкормок является настой из яичной скорлупы. Это очень простое на первый взгляд вещество обладает очень непростым составом. Там очень много кальция, калия, магния и фосфора, поэтому томаты отлично отзываются на подкормку и формируют мощный иммунитет против фитофтороза. Настой для полива я всегда делаю заранее, так как это требует времени. На трехлитровую банку я засыпаю около 7-8 сантиметров яичной скорлупы и заливаю чистой водой. Закрываю смесь крышкой и оставляю в сухом теплом месте на неделю для настаивания. Сразу готовлю несколько банок, так как настой просто бомба и обязательно пригодится в огороде. Перед подкормкой обязательно поливаю томаты чистой водой, чтобы грунт был влажным на глубине минимум 7-8 сантиметров. Затем развожу банку настоя на одно ведро воды и под каждый куст томатов выливаю по 2 литра такого удобрения. Повторяю каждую неделю эту процедуру и урожай растет как на дрожжах. А после применения раствора оставшуюся от настоя скорлупу можно разбросать на грядки с томатами, чтобы обеспечить растения кальцием, защитить от фитофторы и отвадить вредных насекомых.